Порядка 130 кейсов я купил, да, это примерно 13 тысяч рублей. А для тебя я подготовил вот эти все скины, минимум в 50% в плюсе. Но эта сраная летняя распродажа всё портит. Хей, здорово, дружище, с тобой Серёга Сайбербанана. И сегодня я тебе расскажу легчайший способ заработать денежки на торговой площадке. Интересно? Присаживайся поудобнее. Я начинаю. Победительность прошлого видео, вот на этот неизбравность, царский скин, да, забирает у нас Барабанная дробь и Арман. Хорош, дружище, слушайте, ну тут сразу две ссылочки выпали, это одна и та же. Я тебя поздравляю, напиши мне вконтакте и подтверди, что это твой ютуб аккаунт. А для тебя я подготовил вот эти все скины, да, дружище, через пару дней мы уже подведём итоги. Поэтому давай обязательно участвуй, первая ссылочка в описании. Погнали смотреть, как легко поднять баблишко в Steam. Давайте немножко пройдёмся по теории, но буду рассказывать всё простыми словами, не буду мудрить, а то ты иначе будешь спрашивать, дружище, я ни хрена не понял. В общем, купил дёшево, продал дороже. Это работало, работает и будет работать всегда. И нам нужны инструменты, на примере, видишь, за меня это Steam Helper. Он показывает сразу цену, их флоты и прочее, прочее, там целых куча настроек интересных. Это расширение для Google Chrome, в описании также найдёшь ссылочку на него, можешь скачать. Ну, кстати, я это видео дальше всё покажу. Следующее, что нам нужно, это не получить красную табличку. Ну, так как мы будем торговать в Steam, перепродавать в Steam и так далее, то мы её не получим. Ты, кстати, у меня спрашивал недавно про красную табличку, когда я торговал с маркетом, а именно я покупал скины в маркете. И ты говоришь, красная табличка, дружище, тебе конец. Нет, такого не будет, потому что самое важное, как получить эту красную табличку, это когда люди жалуются на тебя. А именно, если ты, допустим, продаёшь скины по рублю, по два, по три, они эти кейсы выбивают через сайты. То есть он занёс туда 500 рублей, хотел выбить что-то сочное, выбивает за два, за три рубля. А там те сайты подключены как раз к маркету, и выводят эти скины, ты понял, да? И тот чел жалуется на тебя за то, что ты ему якобы нагнул его на бабки. На самом деле, такого нет, но ты именно получишь красную табличку, а мастодонты, так скажем, этих крутилокейсов просто получают с хомяка бабки. Но ещё раз повторюсь, ничего страшного не будет, если ты будешь покупать на этом сайте скины и передавать их в Steam. Но на всякий случай, дружище, всё-таки бывают случаи, когда из-за этого тоже прилетает красная табличка. Да вообще, бывает, красная табличка прилетает вообще ни за что, поэтому всё в твоих руках, будь аккуратен и думай своей головой. Ну что, начинаем теперь показывать, как это уже на примере происходит. Рассказывать, как заносить деньги на счёт я не буду, по одной простой причине. Неделю назад я выложил по этому поводу видос. Вместо 150 рублей, который ты можешь внести на Steam, ты вносишь минимум 190 и так далее. В общем, видео в описании посмотри. Steam Inventory Helper. В чём проблема? Сейчас его выгнали просто с Google Chrome, и теперь только через сайт его можно установить. Заходишь на сайт, пишешь в поиске Steam Inventory Helper, заходишь на сайт, нажимаешь Download, и после чего тут по-русски написано, что нужно сделать. И после этого у тебя он тут появляется, и просто нажимаешь на него, и настройки. Здесь, если ты вообще ничего не шаришь, и ты новичок, лучше ничего не трогай. Максимум, что сделать, это поставить русский язык, чтобы тебе было проще. Потом почитай для себя определённые вкладки и посмотри, что тебе нужно, что ты можешь поставить. Лично я там особо ничего не трогал, мне и этого хватает. Фу, ну вроде всё тебе объяснил, погнали теперь разберём способ. Ну давай представим такую ситуацию, что у тебя немного денег, рублей 50, возможно даже 100 максимум, и ты хочешь как-то вообще начать и получить хоть какой-то первый профит. Я тебе предлагаю сделать, пока Counter-Strike трогать не будем, хотя свои инвестиции я тебе тоже покажу. Возьмём, например, любой другой игры, чтобы ты понял вообще, как это делается. Давай возьмём, к примеру, ну вот, Эх, этой тайм. Нажимаем самое первое, и просто покажу. Смотри, спускаемся ниже, смотрим. Цена на автозакуп, это практически полрубля. И цена на продажу, рубль 22. Спускаемся ниже, смотрим график. И слушай, даже бывает за 3 рубля ребята здесь тоже продают. И, ну, график прямой. Это означает, что реально за цену вот эту точно ты продашь. А если даже не брать калькулятор в расчёты, посмотри, полрубля и рубль, ты минимум в 50% в плюсе. То есть, получается, если ты один круг такой сделаешь, и закупишься, к примеру, на все 100 рублей, то ровно через одну неделю, потому что нельзя будет продавать на такой площадке неделю, и немножко подождать, пока у тебя это всё выкупят. А выкупят обязательно, потому что, сам видишь, график работает. Ты поднимешь минимум себе 50%. То есть, от 100 рублей ты сделаешь 150. Это хороший круг, я считаю. Вот тебе банальный пример того, как можно поднять баблишко. Ну, давай теперь углубимся в мир трейдинга, и я тебе покажу свои инвестиции, уже более такая серьёзная наработочка. Расскажу просто свои этапы, что, почему я так сделал и так далее. Заходим в мой инвентарь, и что мы видим? Тут кейсики, расколотая сеть. Если тебе интересна тема инвестиций, обязательно пиши в комментариях инвестиции. Я это буду понимать, и буду дальше развивать эту тему, буду рассказывать, куда я вкладываю бабки, куда выкладываю бабки и так далее. Порядка 130 кейсов я купил, да, это примерно 13 тысяч рублей. Расскажу, почему. Если зайти сюда и посмотреть, какая цена у него была, он поднимался, поднимался, и начали его сливать по 140 рублей. То есть поняли, что так хорошо закрепить часть своего выгоды, которую раньше здесь покупали, нужно. Это само собой. Плюс здесь была распродажа, за счёт чего кейс ещё жёстче улетел вниз. Но здесь он получил линию сопротивления, поддержки и так далее. Не буду вас грузить. В итоге он начал подниматься, и я понял, что всё, пора. По одной простой причине. Если мы открываем опять с помощью Steam Helper, то, что мы сделали, глубокий лот и посмотреть. Смотри, ребята сейчас, в данный момент, готовы этот кейс покупать. Тысячами кейсов готовы по 100 рублей покупать минимум. И смотрим выше, на 105 рублях тоже 400 кейсов. На 110 рублях вот только-только цена пришла, и уже ребята готовы покупать 500 кейсов тоже здесь. Если мы говорим о продаже в данный момент, то мы видим, что здесь, смотри, абсолютно, ну вот на 114 рублей есть 400 кейсов. Ну вот тут где-то есть 200. А в основном 1, 2, 1, 2, 5, это означает, что цена реально сейчас полетит вверх. Но не будем забывать, что скоро летняя распродажа. Это означает, что абсолютно все скины минус 25% сразу же будут. Поэтому я тебя хочу предостеречь. Сейчас не стоит закупаться вообще ничем, а лучше продавать абсолютно все, что у тебя есть по хорошей цене. После чего ты даже те же самые скины, которые ты сейчас продашь, потом снова можешь выкупить в серединке летней распродажи и быть в профите. И вот, мотай это на ус, в принципе, все тебе рассказал. Здесь вот тоже, кстати, есть похожая ситуация. Кейс летел, его начали жутко продавать. Он просел, в принципе, даже очень похоже, да? Просел, только урезанный такой он маленький. И все, после чего он попер вверх. Я думаю, что здесь, в принципе, будет то же самое. Но эта сраная летняя распродажа все портит. Ну вот я тебе рассказал первые шаги в трейдинге. И после этого ты начнешь набираться опыта. Также я показал свои инвестиции, которые вношу я. И, кстати, если тебе интересны дальше инвестиции, напиши слово в комментариях «Инвестиции». И я буду продолжать развивать эту тему. О, залетой к нам в Дискорд! Мы там всегда общаемся, и почему-то там мало народу. Но все тебя там ждут. Обязательно, ссылочка в описании. Все. И участвуй в конкурсе, естественно, конечно. 10 скинов через пару дней. Все, давай, пока-пока, я погнал. А ты там присоединяйся к нам в общем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok